15 января передвижная выставка музей «Поезд Победы» сделала остановку в Волхове, в городе воинской дублести. Начав серию торжественных мероприятий, посвященных 80-летию прорыва блокады Ленинграда, выставка музей разместилась на железнодорожном вокзале «Волховстрой-1». «Поезд Победы» — это первая в мире интерактивная выставка с максимальным эффектом присутствия, размещенная в движущемся поезде. Экскурсию проводит аудиогид, девушка Лидия, в годы войны работавшая машинистом паровоза. Она делится своими воспоминаниями о довоенной весне 1941 года, ужасах войны, победном мае 1945 года. Прототипом главной героини стала Елена Чухнюк, машинист паровозной колонны, возившей в период Великой Отечественной войны воинские эшелоны с оружием и боеприпасами к линии фронта. Свой маршрут в честь 80-летия прорыва блокады Ленинграда «Поезд Победы» начал с Санкт-Петербурга, в котором пробыл с 4 по 9 января, проследовав затем Выборг, Гатчину и Волхов. После чего поезд отправится в Кириши. Масштабный историко-просветительский проект «Поезд Победы» — это первая в мире интерактивная инсталляция событий 1941-1945 годов, размещенная в движущемся поезде. Выставка воссоздает историческую реальность с помощью современных технологий. Максимальный эффект присутствия обеспечивают более 50 видеопроекторов, 18 видеостен, более 140 различных мультимедийных поверхностей. В проекте используются технологии дополнительной реальности, объемный звук и театральное освещение, а также скульптурные фигуры, которые создавались по сохранившимся фотографиям из военных альбомов. Специально для проекта «Поезд Победы» было создано 155 полноразмерных скульптур и комплектов одежды, более 4000 единиц реквизита. Для большей детализации авторы экспозиции использовали съемки исторических реконструкций с участием 400 актеров и трехмерную компьютерную графику, моделирующую военную технику. Каждый из 10 выставочных вагонов «Поезда Победы» имеет собственный сюжет и тему. Все эпизоды экспозиции связаны единым художественным аудиорассказом, озвученным заслуженной артисткой России Екатериной Гусевой. Стартовав в октябре 2020 года с Белорусского вокзала в Москве, «Поезд Победы» проделал путь в 110 тысяч километров по территории России и Беларуси, от Бреста до Владивостока, останавливаясь в 124 городах и 67 регионах двух стран. Сайт выставки «Поезд Победы РФ» с возможностью интерактивного посещения экспозиции набрал почти 9 миллионов просмотров страниц и более полутора миллионов уникальных посетителей. Я, наверное, второй раз в жизни испытываю такое состояние, то есть возбуждение и гордости, и страха, как вот наши родители все это пережили. Первое потрясение я испытывала на Синявинских высотах при захоронении останков. И вот сейчас. Не дай Бог, чтобы мы опять пережили это. Это надо, это надо показывать. Это надо, чтобы люди, наши внуки, наши дети, дети-то ладно, помнят, мы постоянно ходим на братское захоронение, а внуки, чтобы знали, что это было, что это страшно. Проект реализован командой творческой мастерской «Невский баталист» совместно с медиагруппой «Красный квадрат» при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, ОАО «Российские железные дороги» и «Волонтеры Победы». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!